Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами будем готовить невероятно вкусные, ароматные и уютные овсяные печенья. Я его просто обожаю. Это один из первых рецептов печенья, который я приготовила на своей новой кухне, когда она у меня появилась. Я пеку печенье по этому рецепту уже несколько лет, и оно получается, правда, очень и очень вкусное. Для этого рецепта нам понадобится миксер или обычный ручной венчик. Миксером, конечно же, будет быстрее. Складываем в миксер сливочное масло комнатной температуры и добавляем сахар. Сахар можно брать обычный белый или коричневый, какой вам больше нравится. Все это дело хорошенько взбиваем примерно минутки 3, ну или хорошенько перемешиваем с помощью ручного венчика или столовой ложки. Теперь к взбитому маслу мы добавляем яйца. Обратите внимание, что если вы готовите без миксера, вымешивайте рукой, то яйца нужно обязательно добавлять по очереди. Добавили одно яйцо и очень хорошо все вымесили, и только затем добавили второе яйцо. Снова все хорошо взбиваем до тех пор, пока масло не увеличится в объеме и не побелеет. И вот теперь можно добавлять муку. Насыпаем в тесто муку вместе с разрыхлителем. Если мука у вас хорошая, вы уверены в ее качестве, то ее можно не просеивать. Разрыхлитель можете брать магазинный или самодельный. Рецепт самодельного разрыхлителя есть у меня на канале. Все это снова хорошенько вымешиваем до однородного состояния, и затем насыпаем овсяные хлопья. У меня был самый-самый обычный геркулес. И еще можно положить какие-то добавки, изюм, орешки, шоколадные капли, ну или, как у меня, какие-то сушеные ягоды. Снова очень хорошо перемешиваем тесто, можно ложкой или руками, здесь как вам больше удобно. Накрываем тесто пленкой и убираем в холодильник примерно на 30-40 минут, можно подольше. Тесто охладится и с ним станет намного легче работать. Спустя нужное время достаем тесто из холодильника и формируем печеньки. Я просто скатываю в руках шарик, затем выкладываю его на противень и слегка приплющиваю ладонью. Делаем то же самое до тех пор, пока наше тесто не кончится. Обратите внимание на то, что противень лучше всего застелить бумагой для выпечки с силиконовым покрытием, и тогда маслом смазывать ничего не нужно. Еще печенье нужно обязательно выкладывать на расстоянии друг от друга. Выпекаем печенье примерно 15-20 минут при 180 градусах. Я обожаю есть это печенье с теплым молоком или с какао, или с теплым чаем. Оно правда очень вкусное, сытное. Его можно сложить в теклянную баночку, закрыть крышкой, и тогда оно пролежит достаточно долго. Но вообще оно у нас хранится обычно вдвойне, мы его очень быстро съедаем. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok